Альфа-Ньюс 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 отношений есть весьма важный компонент, о котором власти Республики Армения предпочитают умалчивать. Речь идет о таком понятии, как азербайджанская идентичность. Все годы азербайджанской независимости после распада Советского Союза в стране взращивалась армянофобия. Есть множество научных исследований по данному вопросу. И реальность такова, что после событий 2020 года, после того, что произошло в Арцахе в 2023 году, когда люди под угрозой смерти были вынуждены покинуть свою родину, ситуация с азербайджанской идентичностью не стала для армян лучше. Ряд экспертов отмечают, что произошедшее в 2020-2023 году привели к тому, что определенный комплекс жертвы, который был у азербайджана, у азербайджанского народа, который сформировался по итогам войны 90-х годов, уступил место некоему мировосприятию, в рамках которого они по праву сильного имеют право, имеют возможность за счет армян увеличивать и дальше свое жизненное пространство. В том числе и по этой причине мы видим, что представитель дипломатического корпуса Азербайджана считает, что он вправе угрожать представителю дипломатического корпуса Армении. Еще раз отметим, речь идет о взаимоотношениях дипломатов, непростых граждан Армении или Азербайджана. А вы представляете, что начнется с самой Армении, если в результате политики, проводимой Николом Башняным, в результате переговорного процесса между Арменией и Азербайджаном, территорию нашей страны заполнят азербайджанцы, которые в восприятии официального Баку должны вернуться на свою историческую родину. Вы представляете, на бытовом уровне, какого рода конфликты будут происходить у нас в стране. Но в данной ситуации есть еще один весьма важный нюанс. Просто давайте изначально скажем о том, что проблема не в личности Тиграна Балаяна. Если бы то же самое произошло бы с условным Гургеном Арсенианом, который также фактически является представителем дипломатического корпуса Армении, мы бы дали бы ровно такие же оценки. А проблема следующая. По какой причине, почему армянское государство, которое рассматривает для себя возможность отозвать все международные иски в различные инстанции против Азербайджана, должно тратить политические, экономические или какого-либо иного рода ресурсы на защиту чести и достоинства Тиграна Балаяна. Почему армянам Карабаха можно было угрожать и под угрозой смерти выдавливать этих людей с территории своей исторической родины, а Тиграну Балаяну нельзя угрожать? Почему, когда в Азербайджане все громче звучат голоса о том, что следует реализовать политический проект под названием «Западный Азербайджан», который предполагает создание на территории Армении, за счет территорий современной Армении азербайджанского квази-государства, Тигран Балаян или иные представители дипломатического корпуса Армении не спешат направить в политику соответствующую статью и рассказать о том, чем чревато создание так называемого «Западного Азербайджана». В сути своей этот проект угрожает жизни и безопасности жителям Сюника, но почему-то по этому поводу в политику не выходят гневные статьи, за которыми стоит армянская сторона. На неделе процесс армяно-азербайджанских переговоров, налаживания отношений между двумя странами прокомментировали как представители официальной Москвы, так и представители официальной Анкары. Давайте начнем с заявлений властей Российской Федерации. И Сергей Лавров, и Владимир Путин прокомментировали то, что сегодня происходит в отношениях между Ереваном и Баку. Официальная Москва не подталкивает Ереван и Баку к поспешному заключению мирного договора. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров. «Приветствуем существенный прогресс, достигнутый в рамках Азербайджана-армянского мирного процесса. С учетом многолетней вражды, военных действий, жертв с обеих сторон, понимаем, насколько непросто Еревану и Баку добиться подвижек в нормализации», цитирует Лаврова российское издание РИА Новости. «По словам министра, данный процесс требует не только значительных усилий сторон в поиске взаимоприемлемых решений, но и времени. По этой причине, в отличие от западных псевдопосредников, мы не подталкиваем партнеров к поспешному заключению мирного договора», отметил он. «По словам министра, российская сторона уверена в том, что скороспелый мир, без комплексного учета позиций Еревана и Баку, а также реалий на земле создаст дополнительные риски напряженности и потенциальных эскалаций конфликта. Россия заинтересована в устойчивом мире и стабильности на Южном Кавказе», отметил Лавров. Отметим также, что на неделе президент Российской Федерации Владимир Путин затронул тему армяно-азербайджанских отношений, заявил о готовности продолжить работу в направлении армяно-азербайджанской нормализации. «Мы делали и делаем всё для нормализации Азербайджана-армянских отношений, для обеспечения прочного мира в Закавказе. Будем и далее оказывать содействие в работе над мирным договором, над делимитацией госграницы и разблокированием экономических и транспортных связей в русле известных трёхсторонних договорённостей на высшем уровне 2020-2022 годов. Не могу не выразить удовлетворения, что лидеры Азербайджана и Армении воспользовались площадкой саммита БРИКС в Казани и провели полезный разговор по принципиальным вопросам, касающимся достижения прочного мира и межнационального согласия в регионе». Из заявлений Путина и особенно из заявлений Лаврова становится ясно, что официальная Москва не делает шагов, направленных на то, чтобы без полного согласования всех важных вопросов стороны подписали бы тот или иной документ. Однако в противовес восприятию процессов со стороны России мы видим, что у представителей Турции совершенно иной взгляд на события в регионе. Министр иностранных дел Турции Хакам Фидан во многом повторил те заявления, которые ранее были сделаны президентом Турции Раджепом Таипом Эрдоганом о том, что в Анкаре надеются, что вскоре между Арменией и Азербайджаном будет подписан так называемый мирный договор. При этом он напрямую заявил, что налаживание армяно-турецких отношений зависит от того, будет ли подписан мирный договор между официальными Ереваном и Баку. Помните, как совсем недавно в Национальном собрании Армении во время слушаний по проекту бюджета на 2025 год министр иностранных дел Армении Арарат Мирзуэн говорил о том, что в определенной степени турецкие коллеги увязывают налаживание отношений между Ереваном и Анкарой с армяно-азербайджанским процессом. Еще раз повторим формулировку. В определенной степени. Так вот, после слов Фидана о том, что напрямую зависит налаживание отношений между Ереваном и Анкарой от армяно-азербайджанского процесса, хотелось бы понять, чем занимался Арарат Мирзуэн в Национальном собрании. Ну, как минимум, занимался откровенной манипуляцией. Говоря о том, что в определенной степени турецкая сторона увязывает два этих процесса. Справедливости ради следует сказать, что в этом вопросе турецкая сторона всегда придерживалась одной и той же точки зрения. Десятилетия подряд. О том, что не могут быть налажены армяно-турецкие отношения без решения проблем между Ереваном и Баку. Та же самая позиция была и в 2023 году, и в 2020, и в 2017. Более того, когда министром иностранных дел Турции был один из основателей нынешней стратегии внешнеполитической турецкого государства Ахмед Давутоглу, позиция официальной Анкары была ровно такой же. Вы налаживаете свои отношения с Азербайджаном, после этого мы подумаем о том, следует ли открывать границу между Арменией и Турцией. И сегодня Фидан просто повторяет эту известную турецкую формулировку. И тут возникает вопрос. А Никол Пашнян, который совсем недавно посещал турецкий дом в Нью-Йорке и встречался с Раджепом Таипом Эрдоганом, не знал об этой позиции Турции? Так, конечно, он прекрасно все это знал. Более того, Никол Пашнян прекрасно понимает, что подобного рода формулировки означают, что Анкара полностью поддерживает все те требования, которые в отношении Армении выдвигает официальный Баку. Однако, прекрасно зная об этом, он не только посетил турецкий дом, но и попросил Раджепа Таипа Эрдогана о содействии в деле налаживания армяно-азербайджанских отношений. Заявление Фидана означает, что Эрдоган поддерживает требования Азербайджана по поводу изменений Конституции Республики Армения, поддерживает требования о демилитаризации Армении, поддерживает требования о предоставлении под контроль Азербайджана Зангезурского коридора. Все это Турция поддерживает. И обо всем об этом Никол Пашнян прекрасно знал. Однако он принял политическое решение, ответственность за которое будет нести в том числе и лично он по поводу привлечения Турции в процесс как посредника армяно-азербайджанском переговорном процессе. На неделе служба внешней разведки Российской Федерации распространила заявление, в котором в числе прочего было отмечено, что Армению и армянский народ подталкивают к самоубийству. Вашингтон толкает Ереван к национальному самоубийству. Об этом заявили в службе внешней разведки Российской Федерации. В заявлении также отмечено, «Ради достижения так называемой высокой цели приобщения к возглавляемому США так называемому цивилизованному сообществу армянский народ, как считают в Вашингтоне, должен будет заплатить отказом от собственных традиций, национальных, общественных устоев и, отвечающих интересам Армении, стабильных торгово-экономических связей», сказано в сообщении СВР. Таким образом, по мнению представителей российской спецслужбы, Вашингтон толкает Ереван к национальному самоубийству. Как отмечают представители службы, США пытаются переориентировать Армению на прозападный курс развития, тем же способом, который был опробован на Украине и в Молдове. С этой целью Вашингтон усиливает давление на армянскую политическую элиту. Поставлена задача придать общественно-политическим процессам в Армении устойчивый антироссийский характер. В этих целях Вашингтон намерен осуществлять долгосрочную информационно-пропагандистскую кампанию, предусматривающую в том числе дискредитацию перспектив сотрудничества официального Еревана с Россией, ЕАЭС и ОДКБ. Сказать, что в заявлении службы внешней разведки было что-то новое для нас, будет неправильно. Более того, если мы прочитаем между строк, то можно понять, что глобально служба внешней разведки Российской Федерации представила план Джона Болтона. План, подразумевающий именно национальное самоубийство, просто американский ястреб Джон Болтон несколько иначе формулировал свою мысль и в 2018 году, посетив Армению, говорил о том, что армянам следует отказаться от своих исторических стереотипов для того, чтобы иметь возможность для развития. Когда Болтон говорил об отказе от исторических стереотипов, поверьте, он не имел в виду отказа от повсеместного ежегодного празднования Вартавара. Под этим подразумевалось следующее. Отказ от Нагорно-Карабахской республики. Встраивание Армении в тюркский мир без гарантий безопасности. И важным шагом на этом пути должен был быть отказ Армении от темы геноцида армян. Более того, по Оруэлловской классике у нас враги должны были быть представлены как друзья, а друзья как враги. Посмотрите, что происходит в армянском информационном поле. Что происходит и в чем армянское общество уже несколько лет пытается убедить. Ну, например, что Эрдоган может сделать так, что Алиев не будет нападать на Армению. Иными словами, что Эрдоган может быть гарантом безопасности Армении. Именно об этом было заявление службы внешней разведки. Они просто не упомянули фамилию Болтона. Однако в этом заявлении был еще очень важный аспект, на который обязательно следует обратить внимание. В заявлении службы внешней разведки была использована формулировка об армянских политических элитах. Что еще должно произойти, какие еще должны быть сделаны заявления для того, чтобы эта самая армянская политическая элита увидела и поняла, что когда ты следишь за процессом просто как немой наблюдатель, это может привести к тому, что Армения в прямом смысле этого слова повторит путь Украины. А путь Украины это война, разруха, разрушение и много еще сопутствующего ущерба со всеми вытекающими отсюда последствиями. Такова была армянская неделя, а мы с вами встретимся ровно через 7 дней в эфире Альфа-Ньюс. Кстати, вы заметили, что мы обошлись без упоминания темы о победе Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов Америки. В любом случае, оставайтесь с нами и берегите себя.